Футбольные болельщики и туристы в Сочи не будут пересекаться. Об этом журналистам сообщил Вениамин Кондратьев. Волонтеры в Сочи помогут бороться с нарушителями правил парковки. Такую идею сегодня на планерном совещании озвучил глава города. На грани разряда автопробег электромобилей под таким названием финишировал в Сочи. Кинотавр подводит итоги. Последней на суд-жюри была представлена аритмия. Борис Хлебников вернулся к теме врачей с большой буквы. В Краснодаре чествовали выдающихся жителей края. Вениамин Кондратьев вручил региональные награды кубанцам. Ну а подробнее расскажут наши краснодарские коллеги. Большой Екатерининский зал создан для таких торжественных событий. В День России сюда пригласили людей абсолютно разных профессий, званий и возраста. Но объединяет их всех одно – любовь к родному краю и стремление сделать его еще лучше. Эти высокие награды – знак признания их больших заслуг. Церемонию награждения открывает губернатор Вениамин Кондратьев. Вы творите современную историю нашего Краснодарского края. Показываете подрастающему поколению, что настоящий патриотизм не в громких словах, не в шествиях, не в протестах или каких-то требованиях, а в каждодневной работе. Мы сегодня находимся в таком временном промежутке, когда делом мы должны сегодня, объединившись все вместе, сохранить вот эту самую стабильность социальную, политическую, конечно, экономическую. Мы обязаны быть вместе и хранить наше единство. И только в этом случае мы сможем сделать наш край более процветающим, а нашу страну еще более сильной. Медали Герой Труда Кубани из-за выдающейся вклад в развитие края удостоены 11 человек. В числе первых награду из рук главы региона получает митрополит Екатеринодарский и кубанский Исидор. Больше четверти века владыка является духовным наставником всех православных верующих Кубани. Благодарю за эту высокую награду, которую я сегодня получил. И считаю, конечно, что эта награда не лично моя заслуга. Это заслуга духовенства Екатеринодарской митрополии, народа Божия, дружеников, храмов и монастырей. Среди награжденных ученые и аграрии, люди, для которых самое главное богатство – это земля. Александр Найденов уже 42 года заботится о сохранении плодородия уникальных кубанских черноземов. Благодаря его научным разработкам передовые хозяйства края собирают рекордные урожаи пшеницы. Я очень горжусь тем, что это награда за получение высоких урожаев в Краснодарском крае. Я думаю, что, конечно, заслуга – это людей, которые уже научились выращивать высокие урожаи. Я хочу, чтобы вот эта традиция, эта тенденция получения высоких стабильных урожаев сохранилась еще на многие годы. Медалью первой степени за выдающийся вклад в развитие Кубани удостоен и Сергей Тимченко, депутат Законодательного собрания края. Благодаря его инициативам в регионе реализовано несколько инвестиционных проектов и целый ряд программ, по которым сотни семей получили земельные участки, а с ними возможность построить дом или заняться личным подсобным хозяйством. Служил, служу и готов дальше служить интересам жителей края и России. Медаль за выдающийся вклад в развитие Кубани третьей степени удостоена и Людмила Богославец, глава Плотнировского сельского поселения. Проблемы станичников она воспринимает как свои личные, а большинство молодых семей не уезжают с малой родины, а остается жить и работать в станице. Я живу в станице. К нам каждый год приезжают десятки новых семей. И вы знаете, вот первый вопрос, который они всегда задают, это такой. Чем знаменит так Краснодарский край, что он отличается от всех других регионов? Что у вас тут особенного? А ничего особенного у нас нет, всегда отвечаю я. Просто работящие люди, и мы привыкли работать большой дружной командой. Медаль Герой Труда Кубани получил и Хазрет Совмен за укрепление дружбы и сотрудничества Краснодарского края и Адыгеи. За успехи в обеспечении защиты населения от ЧАЭС Борис Глебов. Он 6 лет возглавлял Министерство гражданской обороны региона. Вениамин Кондратьев наградил Петра Данщина, предпринимателя из Белоглинского района, и Николая Букреева, директора предприятия Белоглинская. Он получил медаль за большой вклад в развитие АПК региона. Каждое имя – это история края, отметил Вениамин Кондратьев. Эти люди своим многолетним трудом сделали регион и страну сильнее. После награждения лауреаты пообщались с губернатором в неформальной обстановке. Завершился торжественный прием по традиции бокалом шампанского. Елена Касабова, Мария Крошина, День с перец и Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Губернатор Кубани выразил соболезнования родственникам и коллегам скульптора Александра Аполлонова. Автор известных в крае памятников погиб в автомобильной катастрофе в районе Станицы Северской. Уход из жизни таких выдающихся мастеров – большая потеря для страны, которой они преданно служили. Александр Алексеевич внес огромный вклад в развитие культуры не только Краснодарского края, но и России. Все свои силы он отдавал без остатка родному отечеству, говорится в тексте соболезнования. Глава региона добавил, что работы художника, памятники Екатерине II, маршалу Жукову, обелиск в честь 200-летия Кубанского казачьего войска стали визитной карточкой Краснодарского края. Александр Аполлонов родился в 1947 году, был удостоен званиями заслуженный художник Российской Федерации, заслуженный художник Кубани, преподавал в Краснодарском институте культуры, создал в образовательном учреждении скульптурное отделение. Продолжаем. Проехать свободно к Черному морю по обновленным дорогам можно будет через две недели. На трассе М4 Дон строительные работы вышли на финишную прямую. Дождливое начало лета замедлило темпы ремонта. Напомню, в начале июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратев лично проинспектировал состояние автомобильных дорог региона, ведущих к побережью. Тогда он дал поручение освободить трассы от строительной техники до 15 июня. Несомненно, поручение губернатора завершить все дорожные работы на проезжей части до начала курортного сезона, но о нем знают дорожники и они его выполняют. Вот остались те виды работ, которые требуют сухой, жаркой погоды. Это устройство основания, это устройство дорожной одежды, которые на сегодняшний день выполняются, но по погоде достаточно большое количество времени пришлось простаивать. Поэтому я думаю, что будет затяжка, она однозначно будет, но не более двух недель. Несмотря на то, что была нештатная ситуация у нас 4 июня, мы вынуждены были ввести реверс на протяжении 4-5 дней. На сегодняшний момент все работы по ликвидации реверса проведены и движение идет в штатном режиме. Сегодня-завтра погода должна нам позволить, как метео показывает, завершить работы по покрытию. Помимо асфальтового покрытия, на некоторых участках дороги завершается установка наземных переходов. По словам строителей, это поможет значительно ускорить движение транспорта по трассе. Футбольные болельщики и туристы в Сочи не будут пересекаться. Венемин Кондратьев рассказал журналистам об организации Кубка Конфедерации. Как пояснил глава региона, большая часть спортивных мероприятий, приуроченных в турниру, запланирована в Олимпийском парке. И болельщики будут жить рядом со стадионом. Кроме того, любители футбола смогут доехать до арены на бесплатных поездах. Они будут курсировать с интервалом от 10 минут до получаса. На маршрут выйдут и около 60 пассажирских автобусов. Все будет организовано так, чтобы туристы и болельщики не мешали друг другу. При подготовке к матчам Кубка Конфедерации мы максимально развели маршруты футбольных болельщиков и отдыхающих. Губернатор также отметил, что все отели и гостиницы в Сочи, где смогут остановиться болельщики, классифицированы в общей сложности, это порядка 75 тысяч номеров. Уже сегодня в городе-курорте действуют меры повышенной безопасности. За ней следят более 8 тысяч полицейских, росгвардейцев и казаков. Особое внимание уделяют охране аэропорта, вокзалов и других транспортных узлов, а также спортивных объектов. Там установлены дополнительные камеры видеонаблюдения. Кстати, в аэропорту Сочи заработал пункт технической поддержки паспортов болельщиков. В них иностранные болельщики смогут получить дубликаты паспортов в случае утери или порчи, а затем пройти пограничный контроль. Об этом заявил заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков. Паспорт болельщика дает иностранным гражданам и лицам без гражданства право въезда на территорию Российской Федерации без оформления визы с 7 июня. Покинуть Россию въехавшие по паспорту болельщика иностранцы должны не позднее 12 июля, также предъявив документ при пересечении границы. Получить паспорт болельщика должен каждый зритель после приобретения билета на матч Кубка Конфедерации. Для этого необходимо оформить заявку на сайте fanid.ru. Волонтеры в Сочи помогут бороться с нарушителями правил парковки. Такую идею сегодня на планерном совещании озвучил глава города Анатолий Пахомов. Я напомню, теперь контролировать работу службы эвакуации в Сочи будет мэрия и требования к эвакуации станут строже, что очень важно в преддверии Кубка Конфедерации. К большому празднику футбола порядок нужно навести не только на дорогах, но и на городских улицах и во дворах. Обо всем по порядку в материале Ольги Десятовой. С 11 июля контролировать работу эвакуаторов будет не край, а город. Решено, что требования к эвакуации станут гораздо строже. Об этом на очередном планерном совещании заявил глава города Анатолий Пахомов. Не должно быть специально закрепленных экипажей, которые только занимаются эвакуацией, потому что считается, что это какая-то коррупционная связь там есть. Что эти экипажи, которые сотрудников полиции идут, те два, то за ними идет вероница самих этих эвакуаторов, и по большому счету они не заботятся о самой безопасности дорожного движения, а заботятся о экономике. Сигнализировать о нарушениях правил парковки должен любой сотрудник ГАИ, который видит это нарушение, и сообщать в службу эвакуации. Она, в свою очередь, не должна быть выборочной. Убирать нужны те машины, которые реально мешают движению других авто и пешеходов, отмечает мэр. А делать заявку в полицию о таких нарушителях будут и волонтеры. Они будут дежурить на центральных улицах Сочи и Адлера. Ведь порядок на дорогах – дело общее. 20-30 ребят, которые будут мониторить вот эти участки, где эвакуация идет неправильно, там, где таксисты, и звонить 02 полицию. И звонить командиру роты. Он на законных основаниях дает команду близлежащему там своему экипажу. Экипаж подъезжает и выписывает протокол, а в это время подъезжает эвакуатор. Кубку конфедерации порядок нужно навести не только на дорогах, но и на городских улицах и во дворах. Это тоже общая задача. Как и вопросы безопасности. Все российские гости, которые приедут на футбольный праздник, должны быть обязательно зарегистрированы по месту пребывания, настаивает глава города. В полицию должна тут же передаваться информация и о тех, кого городские предприятия принимают на работу. Интерес к нашему городу и интерес к тем событиям, которые здесь происходят, очень огромен. И, к сожалению, и у тех, кто хочет нам навредить. Вот. Поэтому внимательнейшим образом повторю еще раз. Безопасность, безопасность и безопасность. Это наша задача. И сосредоточиться надо на этих вопросах. Чистота пляжей и воды в море. Этот вопрос сегодня тоже как нельзя актуален. В городе уже много туристов. Работа по пресечению сбросов неочищенных стоков в водоемы не прекращается ни на день. Пробы воды в море берутся регулярно. В 2017 году отобраны исследованы уже 655 проб морской воды в зонах купания. Все пробы морской воды, отобранные в зонах купания, соответствуют гигиеническим нормам. Этот контроль осуществляется, мониторинг практически ежедневно, с учетом того, что сейчас открываются пляжи. Результаты есть, но работу нужно усилить. Ведь с каждым днем температура воды в море будет все выше, а отдыхающих в городе все больше. Анатолий Пахомов настроил всех на серьезную работу. До конца Кубка конфедерации, то есть до 2 июля, все городские службы будут трудиться в усиленном режиме. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Создать светлое будущее – стратегию развития Кубани до 2030 года разработает Леонтьевский центр. О том, что войдет в программу, сегодня говорили губернатор края Вениамин Кондратьев и руководители Центра социально-экономических исследований. Аналитики разбили Кубань на 7 экономических зон. Самые крупные из них – Краснодар, Сочи, Новороссийск и Армавир. По словам губернатора, регион не должен отказываться от базовых отраслей экономики, таких как сельское хозяйство и курорты. Однако, необходимо искать новые точки роста. Мы сегодня говорим об индустриализации. Нам, конечно, ее не хватает, если можно применить такое слово, зеленой индустриализации, потому что все-таки мы аграрный регион и славимся экологически чистыми продуктами питания, тем более туристический регион, курортный регион. Промышленность, конечно, нам ее очень не хватает в этого сегмента сектора экономики, но тоже только зеленая промышленность, если можно так слово применить, та, которая не несет вред нашим базовым отраслям экономики. Конечно, сегодня мы говорим про логистику. Я согласен, здесь может быть транспортная логистика, в том числе и логистика торговая, может быть выстраиваться, в том числе создание путем некого хаба для того, чтобы мы могли говорить о экспорте товара. Здесь еще перспективы, которые еще не рассматривались, а если рассматривались, то даже никто не приступал к их реализации. Когда мы рассматриваем Краснодарский край в границах конкуренции, мы сегодня видим уникальные условия. 5,5 миллионов человек находятся в Краснодарском крае, но Краснодарский край – лидер Южного полюса роста. 20 миллионов человек, а Южный полюс роста – это фактически ЮФО и СКФО. И это самый быстро растущий рынок на сегодняшний день, не просто даже на территорию России, это один из самых быстро растущих рынков Евразии. Чтобы представить концепцию развития региона на ближайшие 13 лет, специалисты проанализировали уровень жизни людей и бизнес-среду в каждом районе Краснодарского края. Участие в обсуждениях приняли около 3 тысяч человек. Публичность – одно из главных условий при разработке стратегии. Очень важно создать тот документ, ту конституцию, экономическую конституцию региона, которая позволит нам на самом деле достичь серьезных результатов. Мы можем сегодня хвататься за все, что модно, за то, что сегодня в тренде, за то, что сегодня востребовано, но это сегодня. А стратегия подразумевает планомерное, логическое развитие. Создавать сегодня условия для того, чтобы выстрелили через три года. Но сегодня, если мы их не создадим, то завтра мы уже не выстрелим. Мы нацелены на прозрачное обсуждение сегодня нашей стратегии до 2030 года. Почему? Потому что нам важно, чтобы в нашу индустриализацию, инновационное развитие, в первую очередь, поверил наш внутренний региональный бизнес. Нам сегодня нужно ее обкатать, опробовать, обсудить с нашим внутренним бизнесом, потому что наш внутренний бизнес – это и самый основной потенциал развития региона. По мнению аналитиков Леонтьевского центра, при оптимистичном прогнозе развития Краснодарского края, к 1935 году удвоится валовый региональный продукт, а уровень жизни приблизится к Европе. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В Краснодарском крае официально дан старт выборам депутатов ЗСК. Состоятся они в единый день голосования 10 сентября и будут проводиться по обновленному избирательному законодательству. О нововведениях на предстоящих выборах депутатов законодательного собрания края шестого созыва сегодня рассказала председатель сочинского избиркома Валентина Ткачева. Новинкой на предстоящих выборах станет система автоматизированного составления и ускоренного ввода протокола об итогах голосования, отмена открепительных удостоверений, упразднений досрочного голосования. А уникальной возможностью для избирателей специалисты называют право голосовать по месту фактического нахождения. Как говорят наши коллеги в ЦИК России, отмена крепостного избирательного права. То есть избиратель, находясь по месту фактического пребывания, например, в городе Сочи, может обратиться за 45 дней в территориальную избирательную комиссию с заявлением о включении в список избирателей по месту фактического нахождения. А вот протокол об итогах голосования отныне будет с вот таким машиночитаемым кодом. То есть все присутствующие на избирательном участке могут сфотографировать данный машиночитаемый код и при помощи программы, которая устанавливается в смартфоне, расшифровать данные вот таких протоколов. В системе госвыборы происходит сканирование данного машиночитаемого кода и буквально в считанные минуты данные протокола об итогах голосования на данном избирательном участке, поступает в систему госвыбора. Изменения произошли на федеральном уровне, но касаются они и регионов. Краевой закон также существенно изменен, чтобы максимально обеспечить избирательные права граждан. Первое, что изменилось, это количество депутатов со ста до семидесяти. Выдвижение же кандидатов стартовало 12 июня, а на территории края образовано 35 одномандатных округов. Из них три в Сочи. Это морской, сочинский и курортный. Напомню, выборы депутатов законодательного собрания Краснодарского края состоятся 10 сентября. Вопросы по организации выборов можно задать по телефону горячей линии 264-48-84. Экопробег на грани разряда финишировал в Сочи. На курорт из Краснодара прибыли 11 электрокаров. За четыре дня участники преодолели около 500 километров. Дорога стала настоящим квестом. Путешественники постоянно искали возможность зарядить машины. В частных домах, кафе и отелях в среднем, чтобы зарядить электрокар, требуется до 8 часов. Время можно сократить до 20 минут, если бы в крае появилась сеть электрозаправок. Без нее участники эко-квеста порой попадали в просаг. Когда автомобили по пути разряжались, когда их приходилось тащить на бензиновых автомобилях, люди с интересом смотрели на автомобили, фотографировались, много раз спрашивали, давали нам розетки. В некоторых местах мы выбивали всем автоматы, заряжая пять машин сразу. И они ночью у нас вдруг все автоматы выбились, и машины выяснили, что утром не зарядились. Завершили путешествие экспериментаторы в Сочинском орнитологическом парке. Через экологические объекты пролегал весь маршрут участников акции. В рамках Года экологии они посетили сафари-парк в Геленджике, лабораторию воздуха в Туапсе. Подобного эксперимента в России еще не было. В Сочи стали известны первые результаты единых госэкзаменов. Речь идет об испытаниях по географии, информатике, а также по математике на базовом уровне. Так, участниками ЕГЭ по географии в Сочи стали 22 выпускника. Все прошли порогу успешности. Максимальный результат – 96 баллов из 100 – показал ученик 25-й школы. По информатике не преодолели минимальный порог успешности 5 человек. Четыре выпускника показали результат более 90 баллов. В экзамене по математике базового уровня почти 45% выпускников получили отметку «Отлично». Оценку неудовлетворительно получили 27 школьников. Средние результаты по математике в Сочи на несколько десятых долей выше показателей прошлого года. Сочинские школьники сегодня играли в «Зарницу». Военно-спортивное мероприятие прошло на базе военной комендатуры Сочинского гарнизона. Отличившихся приняли в ряды юно-армейцев. В городском этапе «Зарницы» приняли участие команды нескольких городских школ и сборные сочинских центров внешкольной работы. Начали с осмотра строя и песни. Затем школьники продемонстрировали свою физическую подготовку, пройдя все этапы ГТО. А вот собрать и разобрать автомат ребятам помогли сами военные полицейские. Первый раз принимаем школьников. Думаю, что мы достойно примем и покажем, соответственно, нашу выучку. Хотим провести патриотическую работу, чтобы побольше наших детей, соответственно, увидело нашу службу и в дальнейшем влились в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Изучили участники военно-спортивной игры «Зарницы» и повседневную экипировку военнослужащих и узнали, что в военной комендатуре сочинского гарнизона служат военные полицейские, которые в городе следят за воинской дисциплиной. Таким способом, отмечают специалисты сочинского образования и управления молодежной политики, молодежь и узнает о жизни защитников Отечества. Данное мероприятие достаточно интересно. Оно развивает и физические навыки, и навыки начальной военной подготовки, то, что нам преподают в школе. Мне и моим ровесникам скоро идти в армию. И данная практика дает нам возможность показать себя. Не отставали от мальчишек и девочки. Школьницы также взялись за противогазы, бронежилеты и оружие. Всякое в жизни бывает. Каждому понадобится подготовка. Собираю, разбираю автомат впервые. Это здорово, но очень сложно. Ко всему прочему, сегодня этих ребят приняли в ряды юн армии. Это детско-юношеское движение в России, цель которого – патриотическое воспитание нового поколения. У нас некоторые ребята уже по окончанию девятых классов изъявили желание поступить в кадетские корпуса. Часть ребят готовится к службе в армии, в том числе и девочки на контракт в наши воинские части. Поэтому им это интересно, они к этому хотят, к этому стремятся. Что же касается сегодняшней Зорницы, то сильнейшая команда поедет защищать честь города на краевые соревнования. Итоги в военно-спортивной игры будут известны завтра. Ольга Десятого, Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сегодня завершились конкурсные показы фильмов на кинофестивале Кинотавра. Завершается и обсуждение новых работ кинорежиссеров. На одну из последних пресс-конференций побывала и наш корреспондент Елена Овсецина. Фильм «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова сразу после Сочи отправится на премьеру в Карлову Варен. 1 июля там состоится показ на Кинотавре. Российские кинокритики хвалят работу съемочной группы и даже благодарят за честное и искреннее кино. Я даже считаю, что это лучший фильм в биографии Бориса Хлебникова. Дело не в том, что он чистенький. Конечно, он профессиональный человек и все грамотно сделал. В нем есть какая-то тонкость взаимоотношений, какие-то нюансы, которые не объяснишь, из которых складывается материя кино. Киногений. Кино все вот это есть. Прекрасные актерские работы, прекрасные идеологии, очень много составляющих. И главное, что есть в нем живая человеческая эмоция, что, как ни странно, случается не так часто. Спасать других или спасти себя Олег, талантливый врач скорой помощи, в его личной жизни наступил какой-то кризис. Но он продолжает делать невозможное, спасая жизни людей, при этом сталкивается с прагматичным начальником, для которого важна статистика и правила. Сам режиссер говорит, что это фильм о любви. Я знаю, что они для себя решили какие-то свои личные серьезные вопросы и пережили какой-то первый кризис большой. И для меня в этом состоит копиент. А если бы они этого не пережили, бы это не произошло, то просто, мне кажется, не было бы сюжета этого фильма. И все же больше в фильме профессионально-медицинского, хотя тема врачебного долга в кинематографе не нова. Те люди, от которых зависит все, а здесь речь идет исключительно о врачах скорой помощи, не строят успешной карьеры. Это вообще мой принцип – ходить в ту среду, в которой живут, работают, существуют герои фильма. И мы очень долго сосуществовали с разными врачами скорой помощи, записывая их речь. Честно, не часто пользуюсь и не пользовался, ничего об этом не знал. И вот, просто как бы узнал на съемках, честно. Смотрел всякие сериалы. Аритмия на экране или аритмия в жизни – сегодня это выясняли на пресс-конференции. А уже вечером на торжественной церемонии закрытия кинотавра станет известно имя обладателя Гран-при кинофестиваля. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». И в завершении информация от партнеров программы «Стоматология Скаковский» работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует...